К нашему эфиру присоединяется начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Явлаж. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, студия. Здравствуйте. Илья, первым делом, конечно же, хотелось бы спросить у вас про ситуацию на Бахмутском направлении. Что там сейчас происходит? На Бахмутском направлении сейчас очень активная динамическая обстановка. Противник продолжает наносить артиллерийские авиационные удары. Так, за прошлый день противник 576 раз обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, также 5 раз использовал авиацию. Произошло 10 боевых столкновений. Нашим защитникам удалось ликвидировать больше двух сотен оккупантов, также ряд разной тяжелой техники противника, включая танки, БМП, БТР и боевые бронированные машины, также ствольные системы типа Д-20 и Д-30 и один БПЛА «Лансет». Также были нанесены удары по укрепрайонам противника. Противник сейчас ощущает работу нашей артиллерии. Мы имеем успехи на Андреевском, Адаровском и также Курдюмовском направлении. Там наши защитники продолжают выдавливать противника и заставлять его бежать. Илья, еще хочется в таких сводках всегда слышать, знаете, какие строчки? Взято в плен столько-то, за трофеи на российской технике столько-то. Есть успехи? Ну, про плен на Бахмутском направлении можем говорить о трех оккупантах. Да, нам удалось взять троих людей, все они переданы специальным службам. Сейчас с ними проводится соответствующая работа и в дальнейшем они пополнят обменные фонды. И мы сможем поменять наших героев-защитников Украины на этих военных преступников. Касаемо поведения и стратегии оккупантов, мы можем говорить о том, кто эти люди? Это уже не элита, это мобилизованные, это вот эти чмобики так называемые. Кто эти люди, которые там воюют? Ну, элита их была разбита еще под Киевом, остатки мы добили уже здесь еще в прошлом году. Да, у них сейчас нельзя сказать, что там воюют абсолютно необученные люди. Да, у них есть такие, но их меньшинство. Сейчас активно они продолжают мобилизировать, брать разных представителей из тыловых подразделений, которые занимались обеспечением, также связистов, поваров, брать их в штурмовые отряды. То есть эти люди абсолютно не предназначены для такого рода боевых действий. Также они используют десантные подразделения, свои парашютно-десантные, десантно-штурмовые войска, как пехоту, что в принципе тоже не свойственно этому роду войск, потому что они предназначены под другие задачи. Воюют разные подразделения, это и ЗЭКи, Шторм-ЗЭТ, это и боевой армейский резерв, там на Бахмутском направлении подразделение БАРС-13. Также у них есть подразделения Ахмат, например, ранее под Клещеевкой был нанесен удар по подразделению ГРУ Генерального штаба. Они активно используют мотострелковые подразделения, полки, ну и также танковые разные подразделения, которые берут участие на Бахмутском направлении. Отношение к этим людям, к этим солдатам изменилось. Бахмутское направление всегда славилось пригожинскими мясными штурмами. Наблюдается ли сейчас это? Ну, сейчас на Бахмутском направлении инициатива на нашей стороне. Во всяком случае, что касается южного фланга, там мы продолжаем нашу наступательную операцию. На северном же фланге противник обороняется, пытается переходить в активные штурмовые атаки, чтобы замедлить наше продвижение вперед. И сказать, что сейчас есть такие мясные штурмы, да, они есть, но уменьшилось их количество. Это связано и в том числе с тем, что уже и людей поубавилось, и в принципе желания идти и просто ложиться таким вот пушечным мясом у них нет. Также в интернете мы могли видеть вот последнее видео, которое мне попадалось, когда просто оккупанты устраивали такую карную процессию, когда палками просто били своих военнослужащих. Это было зафиксировано нашими расчетами беспилотных летательных аппаратов. Когда они просто в полях где-то огромной палкой бьют по спине, по ногам своих военных. Ну, что, собственно, и может судить о их профессионализме, о их мотивации идти вперед, ложиться пушечным мясом. Да, это видео, которое вчера буквально шокировало о методах коммуникации в рядах оккупантов. А как они ведут себя после того, что была освобождена Клещеевка и Андреевка? Они пытались вернуться, они пытались атаковать, улучшить свои позиции. И вот какая ситуация там сейчас и какие перспективы открываются для сил обороны? Для противника Клещеевка и Андреевка это стратегически важные населенные пункты, поскольку они оголяют фланг Бахмута и дают нам доступ контролировать трассу Бахмут-Горловка, что есть одно из логистических артерий на этом направлении. Они и сейчас намагаются вернуть потерянные позиции, активно штурмуют. Вот, например, на Лимано-Купинском направлении мы не наблюдаем штурмовых действий вообще за последнюю неделю. Но это не означает, что там тихо. Противник также использует артиллерию. Около 600 раз обстрелял он за прошлый день. Эти направления также авиацию очень активно используют. Например, активнее, чем на Бахмутском. На Бахмутском трижды, только за прошлый день он использовал. За Аналимано-Купинском 17. И тактическую, и армейскую авиацию. Да, они пытаются вернуть позиции, но безуспешно. Мы заняли там оборону, удерживаем позиции. Более того, мы продолжаем развивать наше наступление. Продолжаем успех. Куда именно я вам пока что сказать не могу. Потому вы скоро сами все увидите. Пускай это для противника останется сюрпризом. Но противник в панике. Он не ожидал такого разворота событий. Противник не подготовленный был к отступлению. И сейчас все просто приходится делать с корабля. Скажем так, они пытаются на ходу обустраивать какие-то свои оборонные рубежи. Пытаются как-то закрепляться. Но мы их продолжаем давить и успешно выбивать с нашей земли. Илья, мы часто говорили в наших эфирах о тяжелой ситуации. Точнее, о препятствии, которые оккупанты сделали, соорудили, для того, чтобы силы обороны не могли быстро продвигаться вперед. Какая сейчас ситуация? Заминирована вот эти линии Суровикина. Что происходит? Какая обстановка? Ну, на Бахмутском направлении нам удалось пробить брешь такую, да, в их обороне. И мы продолжаем этим пользоваться. То есть первая линия преодолена, и мы продолжаем далее развивать наши успехи. На Лимана-Купинском направлении, например, у нас идет сейчас оборонная операция. Там противник сосредоточил более 110 тысяч своих войск. Около тысячи разных танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Очень серьезная группировка, но мы ожидаем все варианты, мы готовы к ним. Но в том числе это может играть такую роль, что они просто оттягивают наши войска, и чтобы мы удерживали там определенные свои силы. Потому что такое количество войск противника, оно требует адекватной реакции. В том числе мы не можем исключать, что они попробуют их задействовать, и попробуют, когда они будут считать, что это успешный момент, они могут их использовать. Они эту группировку используют в том числе для усиления и перебрасывания на другие рискованные, как они думают, направления. В том числе и на южное направление, на запорожское направление. Они используют туда свои войска. Но в целом ситуация приблизительно такая, что сейчас на Лимана-Купинском направлении они в основном акцентируют свои удары артиллерии, причем это уже не огненные валы, как это было ранее, а они концентрируют конкретно на каком-то населенном пункте. Например, на Кременском направлении за вчерашний день они 190 раз обстреливали район Кременной. И также с 17 ударов авиа-10 пришлось как раз в район этого населенного пункта. Также было очень жарко в районе Белогоровки и Раздоловки. Там было нанесено около 150 артиллерийских ударов. И также было нанесено и авиационные удары в том числе. То есть мы видим, что противник время от времени меняет свою точку зрения, куда он думает, что может просунуться. Раньше было это Новоегоровское направление, как мы помним сейчас. Вот район Кременной, также Серебрянское лесничество. Там тоже очень жарко. Но, тем не менее, даже при таких больших силах противника, благодаря нашей правильной обороне, благодаря глубоко эшелонированной ППО, нашему противник боится близко подлетать в зону поражения нашего ППО и продолжает наносить удары издали. То есть, если мы, например, даже берем вертолеты Ми-8, Ми-24, неуправляемыми реактивными снарядами, которыми они стреляют, там очень важно выдержать момент и правильно попасть. Но когда, например, плохая погода, ветер или же противник боится, он нервничает, он знает, что он может быть поражен каким-нибудь Стингером или Перуном или другой любой зенитно-ракетной системой. Удержать точно до последнего момента, чтобы прицел был нацелен именно на цель, это очень сложно. Потому эти ракеты зачастую летят мимо. Также вот пару дней назад мы помним, что противник уже в отчаянии атаковал Купенска, нанес ракетный удар по мосту, в результате чего погибли мирные жители. Как минимум шесть человек погибло. И это уже свидетельствует об отчаянии противника, что он уже пытается любой ценой наносить удары даже и по гражданской инфраструктуре. Ну, что же, я думаю, что он должен понести адекватное наказание, адекватное решение всех международных инстанций. Илья, а нам удается наносить удары издали? Командные пункты, логистические цепочки. Мы все это планомерно, медленно, методично, но истребляем. Правильно? К сожалению, за прошлый день таких ударов нанесено не было. Но время от времени я всегда долаживаю о том, что мы уничтожаем командные пункты разных уровней. В основном это пункты на поле боя, это ротные пункты, также склады с боеприпасами. Мы уничтожаем пункты управления беспилотными летательными аппаратами, что очень важно в нынешней войне. Поскольку, ну, недавно даже видео, может, вы видели, когда высокоточным оружием было нанесено удар по дому, где оккупанты сделали свою базу, пункты управления ландцетов. Тогда было точно ракетой нанесено удар прямо по месту скопления противника и уничтожена полностью вся их техника и личный состав. Да, мы постоянно, наша разведка все фиксирует, наши подразделения радиоэлектронной борьбы определяют, выявляют, откуда идут сигналы, все это фиксируется. И потом уже, когда определяется удачный момент, удобный, чтобы противнику в этот момент это как раз было очень нужно, тогда наносятся удары и, естественно, вред от этого и неудобства, которые терпит противник в этот момент, они гораздо выше и гораздо лучше, играют нам на роль. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за вашу службу и за этот разговор. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины присоединялся к нашему эфиру.